Центр Духовного Просвещения представляет программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» На ваши вопросы по тексту Библии отвечает Виталий Алийник. «И сказал Израиль Иосифу, вот я умирал». «И Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших, я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук Амареев, мечом моим и луком моим». По этому отрывку я получил следующие вопросы. Где находится этот участок, данный Иосифу? Каким именно образом Иаков овладел этим участком? На эту тему Священное Писание высказывается несколько раз. Мы находим в книге Иисуса Навина, в 24 главе, в 32 стихе следующие слова. Иисуса Навина, 24 глава, 32 стих. «И кости Иосифа, которые вынесли сына Израилева из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, который купил Иаков у сынов Емура, отца Сихемова, за сто монет, и которые досталось в удел сынам Иосифовым». Итак, перед нами рассказ об уделе сынам Иосифовым. И оказывается, это участок поля в Сихеме, которое Иаков купил у сынов Емура. То есть, то, что Иаков обещает Иосифу, говоря, «Я даю тебе, преимущественно перед братьями твоими, один участок, это участок в Сихеме». Дальше, уже в апостольских писаниях, в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, в 5 стихе, об этом сказано так. «Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу». Вновь упоминание участка – это ссылка на книгу «Бытие», на тот отрывок, который мы прочитали. То есть, этот участок – это участок в Сихеме, в оригинале – в Шхеме. Ну вот, теперь интересно отметить следующее. Когда открываешь подлинник, то вот то, что у нас переведено в синдальном переводе как «участок», в оригинале звучит не больше, не меньше, как «шхема». То есть, идентичное написание, которое обозначает местность и город. Вот книга «Бытие», 35 глава, 4 стих. «Бытие», глава 35, 4 стих. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и заколол их Иаков под дубом, который близ Сихема». Вот это слово «шхема» – это точно тот же термин, который используется в речи Иакова, обращенного к Иосифу, когда он говорит ему об участке. То есть, по сути, речь звучит следующим образом. «Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один шхем, один сихема». Обозначается то место, тот участок, который в свое время перешел во владении Иакову. Итак, мы установили, где находится этот участок, в какой местности. И об этом Библия говорит несколько раз, ссылаясь на тот же самый эпизод. Но остается второй вопрос. Каким именно образом Иаков овладел этим участком? Вот как об этом рассказывает 33 глава книги «Бытие», стихи 18 и 19. «Бытие» 33 глава, стихи 18 и 19. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. «И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Емора отца Сихемова за сто монет». Вот таким образом Иаков стал владельцем недвижимости. Дальше рассказывается, он поставил там жертвенник и так далее. Вот, то есть Иаков стал владельцем этой части поля, купив ее. Но в изучаемом отрывке говорится об участке, который, цитата, Иаков говорит, «Я взял из рук Амариев мечом моим и луком моим». Что это за участок, мы уже установили. Но здесь появляется кажущееся разночтение в отношении того, как Иаков стал владеть этим участком. В 33 главе рассказывается, что он купил, а вот далее в 34 главе следует история с Диной, дочерью Иакова. Вот что написано в стихах 25 и 26, 34 главы книги Бытия. «На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвели весь мужеский пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом и взяли Дину из дома Сихемова и вышли». Вот здесь появляется описание мечей. Однако эти мечи не связаны с приобретением поля. Они связаны с местностью. Это город Сихем, там, где был куплен участок. Далее в 30 стихе этой 34 главы книги Бытия передаются слова Иакова. «И сказал Иаков Симеону и Левию, «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для хананеев и ферисеев. У меня людей мало. Соберутся против меня, поразят меня» — вновь язык меча, «и истреблен буду я и дом мой». Иаков понимает, что вследствие уничтожения мужчин города Сихема окружающие могут вооружиться и истребить Иакова. Господь приглашает его уйти оттуда и, наконец, исполнить свой обед, прийти в Вифиль. И вот в 35 главе книги Бытия, в 5 стихе, на эту тему есть такая информация. «И отправились они. И был ужас Божий на окрестных народах, и не преследовали сынов Иаковлевых». Не преследовали вследствие Божьей защиты. «Был ужас Божий». То есть это означает, что преследовать хотели, и преследовать и напасть с мечом планировали. Господь спасает, опасность вооруженного столкновения уходит, и Иаков с семьей отправляется в Вифиль. Что же происходит с этим участком? Участок остается у местного населения, так как Иаков удаляется. Хотя он купил в свое время этот участок, но вот этот вот конфликт, он создал ситуацию, при которой Иаков не может пользоваться этим участком. Что дальше мы находим в повествовании Библии о Сихеме, о той местности? 37 глава книги Бытие, стихи с 12 по 14. 37 глава с 12 по 14. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихему. И сказал Израиль Иосифу, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я». И сказал ему, «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. Эта местность, как мы видим, снова всплывает в библейском повествовании. И Иаков выражает беспокойство о благополучии своих сыновей там, в Сихеме. Очевидно, он по-прежнему понимает, что тот участок, который ему в свое время принадлежал по праву покупки, он вряд ли сейчас доступен, потому что местное население настроено враждебно. То есть, вот это переживание Иакова о своих сыновьях «здоровы ли братья», «цел ли скот» показывает, что опасность вооруженных столкновений по-прежнему там сохранялась. К сожалению, в Библии мы не находим описания того, каким же образом Иаков все-таки снова вступил в права владения тем участком. Мы не находим описания того, как это произошло, мы находим лишь только заявление Иакова, которое мы как раз и изучаем сейчас. Бытие, 48 глава, 22 стих говорит, «Я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который я взял из рук Амареев мечом моим и луком моим». Во свете всего того, что мы на данный момент знаем об этом участке, Иаков здесь рассказывает о том, как он смог все-таки вернуть свою собственность. И это, к сожалению, пришлось сделать мечом и луком. Иаков делает заявление об этом, но в Священном Писании нет описания того, как именно произошел этот процесс, скажем, возвращения собственности, ранее купленной, но теперь утерянной. Каким образом это имело место? Мы только знаем, что это состоялось. И Иаков вернул это мечом своим и луком своим и далее был в состоянии Иосифу передать в наследие, что и имело место и о чем Священное Писание далее неоднократно повествует. Если это видео принесло вам пользу, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с теми, кто вам дорог. Не забудьте также подписаться на канал Центра Духовного Просвещения. Вопросы по тексту Библии можно присылать по электронной почте на адрес вопрос собака RussianCenters.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин